Обычные гвозди и молоток. Совсем не так обычно представляют себе работу музейщиков. Однако, чтобы красота заиграла всеми красками, нужно потрудиться. Вологодское кружево экспонат сложный. К выставочным стендам его крепят хлопковыми нитками. Вручную. Да так, чтобы рабочие нити на глаза зрителей не попадались. Главное здесь кружевное плетение. Чудо, сотворенное руками человека. Под мирный стук коклюшек забываешь обо всем, кроме кружева, говорят мастерицы. Это же ощущение, испытывающие перед готовой работой. Будь-то попадаешь в сказку. А главный герой здесь кружевная чудо-птица. Бренд Вологодчина, а попросту образ души и счастья. Глубинный древний символ. Его и выбрали для конкурсного задания специалисты Вологодского музея кружева. Состязание мастериц они объявили в прошлом году. По условиям конкурса любой желающий, кто умеет плести кружево, кто хочет себя попробовать в этом мастерстве, мог подать заявку. Получал после регистрации сколок, то есть технический рисунок будущего кружевного изделия, как раз вот эту чудо-птицу. И в течение определенного времени он должен был ее выплести и прислать к нам в музей. Мы сами не ожидали, что получим такой отклик. Заявок на музей пришло около 400. В номинации профессионалов победила мастерица из Липецкой области, второе место за представительницей Вологодчины, а третье заняла кружевница из Североморска. Технику плетения вологодского кружева попытались воспроизвести мастерица не только из других регионов России, но и за рубежа. Так числе призеров оказалась кружевница из Австралии, а вот эта работа – мастерица из Хорватии. Специалисты отмечают, что именно ей удалось сплести изделие по вологодскому сколку, при этом сохранив традиции липоглавского кружева Хорватии. Из 320 работ до Череповца долетели 242 «Чудо-птички». Остальные сейчас представляют вологодщину на специальной выставке в Дании. В Череповце выставка вологодского кружева откроется в пятницу. Причем в экспозиции представлены не только конкурсные работы, но и уникальные кружева из фондов Череповецкого музейного объединения. Их не выводили в свет уже несколько десятилетий. У нас представлено и поющее дерево Ельфиной, и хоровод Мамбровская, и Теремок Равчеевой, и замечательная скатерть, и автор которой Веселова. То есть вот четыре имени Золотого фонда Снежинки у нас представлены большими панно. А еще кружевные изделия из дамского гардероба – вещи поистине уникальные, отмечают музейщики. Как, впрочем, и каждое чудо-птица, представленное на выставке. У каждой свое лицо, характер – под стать своим хозяйкам-кружевницам. Вера Кучеренко, Егор Плюснин. Новости. Продолжение следует...